Приветствую вас на канале ГБО Технологии Сегодня будет у нас серия о Хонде CR-V с двигателем 2.4 двигатель с непосредственным впрыском, маркировкой Earth Dreams Мы о них уже довольно много рассказывали, но в этой серии мы поговорим о тех особенностях, с которыми мы столкнулись на протяжении этих двух лет и тех нюансах, о которых часто говорят на форумах касательно расхода, касательно того, насколько вообще техническое решение по установке ГБО целесообразно, оправдано В общем, посчитаем все эти нюансы и проговорим те особенности и как их можно решить С чем мы сталкиваемся, когда берем в работу такие автомобили? Двигатели с непосредственным впрыском имеют топливный насос высокого давления. Это вот эта вот деталь Она управляется клапаном, регулятором давления, который периодически открывается и стравливает давление, которое генерирует этот насос. Его рабочий диапазон составляет от 25 до 220 бар И в зависимости от нагрузки это давление растет. Данный насос работает в механическом сопряжении с приводом распредвала То есть эта деталь механически может накачивать свой максимум и регулирование его давления происходит через вот этот вот клапан-регулятор. И это фактически, если посмотреть внимательно, здесь у нас два провода плюс и минус и происходит такое же управление, как на форсунке, обычной топливной форсунке. Просто данный клапан рассчитан под те давления и те объемы, которые обычная форсунка, пускай для непосредственного впрыска, переварить не сможет. Так вот, после того, как этот насос у нас накачал высокое давление, бензин поступает по вот этой вот трубке к форсункам, которые установлены уже непосредственно в головке блока цилиндров и способны подавать топливо в зависимости от режимов от одного до двух-трех раз. Первый импульс основной, он очень похож на такой же импульс, как в распределенном впрыске. Преимуществом непосредственного впрыска является первое, что мы можем работать в более широком диапазоне фаз газораспределения, то есть независимо от того, у нас впускной клапан закрыт или открыт, мы можем подать топливо. Это в первую очередь важно во время прогрева, во время переходных режимов и очень важно тогда, когда нам нужно активно управлять катализатором, потому как эта печка, назовем ее так, дожигающая выхлоп до состояния нейтрального, должна иметь как кислород, так и должна иметь топливо для того, чтобы работать в определенном тепловом режиме. Но имея основной импульс такой же, как на распределенном, мы имеем возможность использовать практически то же самое оборудование ГБО четвертого поколения, так и на распределенном фрыске. Именно по этой причине у нас здесь располагаются такие же форсунки, как в обычном четвертом поколении. У нас такие же пневматические шланги, которые работают на давлении порядка 1-1,5 бар в зависимости от типа системы. У нас в глубине такое же подключение к системе охлаждения и у нас так же само находится вот здесь у нас находится редуктор. на этом основные схожие моменты у нас заканчиваются, потому как главными игроками в этом процессе, которые значительно усложнили задачу для установки ГБО, это является топливный насос высокого давления, который работает уже совсем в другом диапазоне и контроль его давления происходит более тщательно. А также вот этот вот блок управления, который имеет более обширную топливную карту и обеспечивает наряду с хорошими показателями экологическими, обеспечивает хорошие показатели в том числе и топливных регулировок. Имея вот эти два основных компонента, которые нам усложняют жизнь, блок управления выдает сигналы на бензиновые форсунки, которые работают в значительно большем диапазоне, у них напряжение порядка 100 вольт у этих форсунок и управляет параллельно топливным насосом высокого давления. Поэтому обычный комплект оборудования сюда установить не получится. Нужно устанавливать такую электронику газовую, которая способна будет как переваривать высокие напряжения, так и обеспечивать полноценную работу бензиновой и газовой системы. Мы в частности на таких двигателях используем электронику KME Sky Direct и остановили свой выбор на данной электронике, потому что мы имеем возможность индивидуально настраивать автомобиль и не отталкиваться от готовых прошивок, которые в основном закрыты. И важно также учитывать такой фактор, что европейские производители газового оборудования не особо парятся американскими версиями систем. И если этот двигатель не присутствует на европейском рынке, то вероятнее всего на него техническое решение разрабатываться не будет. Поэтому долгое время на автомобиле Honda с этими двигателями K24W у нас не было никакого решения, при этом мотор был абсолютно популярным, то есть распространенным. И многие желали устанавливать ГБО на него из-за того, что машины используются повседневно, то есть каждый день. Это каждодневная эксплуатация с пробегами 50-100 км. В общем, идея ясна. И вот компания KME предоставила такой блок управления, который позволяет настраивать каждый автомобиль индивидуально. Инженерное меню полностью открыто. Мы можем управлять, как в данном случае, и клапаном сброса давления, то есть регулятором давления в топливном насосе. Мы можем управлять бензиновыми форсунками, мы можем управлять моментом, когда впрыскивается топливо, то есть так называемым углом опережения впрыска. Мы можем видеть первый, второй, третий, вплоть до шестого впрыска топлива. Мы можем различать те коды ошибок, которые касаются работы нашей системы и в случае возникновения каких-то разбалансировок их обнулять. А также, как в данном случае, мы можем еще и решать проблему уровня бензина падающего, когда вы эксплуатируете автомобиль на газе. Об этом я расскажу чуть позже. Данный автомобиль уже является даже не 50-м. Возможно, мы уже приближаемся где-то к сотой отметке из тех автомобилей, на которые было установлено именно это решение ГБО. И уже у нас есть какая-то статистика относительно того, что здесь вообще может происходить и какие есть нюансы по эксплуатации. За время наших работ по установке ГБО на такие типы двигателей один ТНВД у нас вышел из строя. И с этим ТНВД, в общем, процесс довольно простой. Есть технический мануал о том, как его менять. Стоимость такого изделия на вторичном рынке составляет 100-150 долларов. То есть, берете на вторичном рынке этот ТНВД и он спокойно перевосстанавливается. Это можно сделать в условиях обычного сервиса, зная процедуру замены. В том автомобиле, где этот ТНВД вышел из строя, у нас есть подозрение, что автомобиль был подтопленный и он, в общем, попала в него вода и он из-за этого заклинил. Все остальные автомобили за два года не показали ни одного симптома относительно износа топливного насоса, хотя мы вмешиваемся в его регуляцию. То есть, он теоретически может давать какие-то сбои, но не в нашем случае. Второй момент, который касается данного автомобиля клапана. В Америке часто используется бензин с содержанием спирта. Это содержание спирта может отличаться от региона или от штата к штату и иногда автомобили приезжают с разбалансированной системой газораспределения. В частности, впускные клапана часто имеют какие-то разбросы по зазорам и выпускные клапана в том числе. На некоторых автомобилях мы регулировали тепловые зазоры. Стоимость такой процедуры несущественная. Если я не ошибаюсь, по памяти что-то было в районе двух тысяч гривен с прокладками, в общем, до 100 долларов. И когда мы на автомобиле с пробегом 60-50 тысяч километров сделали первый замер, то я могу сказать, что клапана не ушли. То есть, это не так, как в старых моторах, где нужно регулировать клапана каждые 20 тысяч условно. Здесь такой необходимости нет. Абсолютно легко и нормально переваривает данный двигатель на присутствие газа. Скоростные режимы на данном моторе актуальны до где-то 140 километров в час. Когда начинаешь ездить на нем быстрее, расход очень сильно растет и тепловые нагрузки в том числе. Если вы будете ездить до 140-150 км в час на длинные расстояния, проблем с клапанами не будет. Это уже проверено. Плюс к этому всему я добавлю, что в данной системе у нас используется частично бензин. Об этом я чуть-чуть позже в данной беседе расскажу. Но конкретно в контексте клапанов наличие мелкой порции бензина позволяет избегать тепловых нагрузок, которые влияют на тепловые зазоры клапанов, как впускных, так и выпускных. Поэтому проблемы, связанные с регулировкой тепловых зазоров клапанов, нет. Переходим дальше к форсункам. Так как у нас ТМВД постоянно работает, и мы его просто так отключить не можем. А плюс дополнительно у нас бензиновые форсунки находятся в камере сгорания, соответственно они получают свою тепловую нагрузку при воспламенении, то есть при воспламенении их нужно охлаждать. Охлаждать мы можем, подавая мелкую порцию бензина. Когда мы едем на трассе с частичной нагрузкой, то есть на крейсере условно 110 км в час, расход бензина у нас составляет порядка 0,6-0,8 литра на сотню. И в данном случае проблем никаких нету, мы уже проверяли многократно, даже при расходе 0,6 литра на сотню абсолютно нормально работают форсунки. У нас за два года и при таком количестве автомобилей, которые мы сделали, не было ни одного прецедента, когда форсунки бензиновые засорялись, их необходимо было чистить или менять. Но здесь я говорю об одном очень важном моменте. Необходимо использовать качественный бензин и необходимо его периодически освежать. Так как сейчас вот на улице у нас получается лето, бензин у нас от асфальта нагревается существенно, температура асфальта в этих условиях составляет порядка 50 градусов. И бак, находясь внизу, нагревается в том числе. Есть такой клапан, называется он E-WAP. Клапан рециркуляции паров бензина. Вот эта вот деталь, это элемент этой системы E-WAP. Он очень активно работает на газе. У нас есть пары бензина. Если вы будете пользоваться хреновым бензином дешевым, в том числе спиртовым, то могут возникнуть вопросы, связанные с закоксовкой форсунок бензиновых. Как происходит этот процесс? У нас в процессе сгорания двух топлив, то есть бинарной смеси бензина и газа, может возникать нагар. Избыточный нагар, если бензин не соответствующего качества. Об этом мне говорили техники разных компаний и они этот вопрос прорабатывали довольно существенно. Если пользоваться бензином высокого качества, это условно фирменные бензины, такие как Navoge Mustang, Naoko Pulse, Naoko Raft с индексом плюс и там, не знаю, NP, у нас идет Energy. В этих бензинах применяется присадка, которая параллельно оптимизирует сам процесс сгорания, а во-вторых, она очень активно очищает сопло-форсунок под засорение. Тем самым мы избегаем той проблемы, которая может возникать при использовании некачественного бензина. Так как бензин у вас расходуется в малом количестве, то по сути неважно сколько он стоит, потому что расходы на трассе меньше литра, а в городе литр полтора в летнее время и 2-2,5 с учетом прогревов в зимние, то я могу сказать, что это не настолько существенно. Насколько нужно прогревать двигатель данной конструкции и насколько вообще данная ситуация с прогревами актуальна для современных моторов? Посмотрите внимательно на конструкцию головки блока цилиндров и на конструкцию выхлопной системы. Сейчас переведу. Если вы обратите внимание, то выхлопного коллектора здесь нет. У нас сразу идет катализатор, здесь стоит у нас лямбдозонд, то есть он стоит перед катализатором и здесь у нас литье в головке блока сделано таким образом, чтобы функции выхлопного коллектора выполняла голова. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы тепловую энергию выхлопа с максимальной выгодой использовать как во время прогрева, так и во время работы двигателя в целом. Тепловая эффективность данного мотора, то есть КПД, коэффициент полезного действия, в этом двигателе больше 40%. Это означает, что он уже значительно эффективнее большинства моторов прошлого, даже десятилетней давности. И для того, чтобы обеспечивать нормальный нагрев этого мотора, необходимо было производить рекуперацию тепла. И вот именно вот это вот литье, это фактически выхлопной коллектор в данном двигателе. Здесь происходит отбор тепла. Вы когда заводите, запускаете двигатель и начинаете езду через 20-30 секунд, у вас уже начинает малый контур охлаждения активно работать и прогревается двигатель очень эффективно. Делается это в том числе для того, чтобы вывести максимально в рабочие режимы двигатель, так как, то есть максимально быстро, так как все современные моторы мониторятся на предмет выхлопных газов, на предмет токсичности выхлопных газов уже с момента, когда он запускается. Поэтому я не рекомендую подолгу прогревать мотор, когда вы начинаете движение через 20-30 секунд. Давление в системе масла подачи у нас уже на необходимом уровне и, соответственно, можно потихонечку начинать езду. Понятно, что и логично, что езда не должна начинаться с резких движений, но плавная езда приводит к тому, что двигатель прогревается равномерно. Так что касательно расхода бензина, работы форсунок и работы всей системы, у нас уже здесь все ясно и все понятно. Следующий этап, по которому мы столкнулись с проблемами, ну скажем так, больше с задачами, у нас возникла на аккумуляторе. Как вы видите, здесь стоит система зарядки, контроля зарядки, точнее, вы можете здесь видеть систему зарядки аккумулятора, контроля зарядки. Если неправильно ее подключать, то у вас аккумулятор будет либо разряжаться, либо у вас будет разбалансирована система питания, и в современных системах, газовых, и так же самое в современных двигателях, необходимо отдавать себе отчет, что электропитание здесь должно быть, и электробалансировка должно быть все это на уровне, иначе ничего работать не будет. Приведу конкретный пример. Топливный насос у нас работает в диапазоне от 26, там 20 условно бар, до 220. И этот диапазон нам необходимо вписать в рабочие характеристики датчика давления от 1 вольта до 3,5. И это к чему приводит? Если у вас при включении газовой системы просадка напряжения будет порядка 0,2 вольт, вы вылетите за все допуски, потому как это будет уже 20-30 бар эффективного давления. Электроника начнет активно вмешиваться в эти процессы, начнет автомобиль входить в аварийный режим, и движение приостановится, потому как больше чем 30-50 метров в час вы не разгонитесь до того, как перезагрузите, перезапустите двигатель. В общем, это очень важно, балансировка питания в современном автомобиле приводит зачастую к проблемам. И мы, я могу сказать из опыта личного, что мы не ремонтируем механику, практически всегда у нас возникают какие-то обращения, либо неисправности, поломки, связанные с когда-то некорректно подключенным электросоединением, либо нарушенным контактом. А опять же, нужно учитывать, что бензиновые форсунки работают с напряжением 100 вольт, иногда даже больше. И если у вас где-то там с круточкой неправильный контакт, это все будет работать некорректно. Вот. В общем, из моторного отсека я думаю, что мы довольно много чего проговорили. И для тех, кто устанавливает данное оборудование, я думаю, что тоже это была информация полезна, перейдем к салону. Итак, в салоне у нас есть один очень интересный нюанс. Во всех автомобилях Хонда у нас стрелка уровня бензина падает во время эксплуатации на газе. Приводит это, то есть происходит это потому, что стрелка у нас цифровая, и контроль уровня бензина у нас происходит только в момент заправки. После того, как у нас поплавок замер в каком-то одном положении, то есть он не поднимается выше, поплавок в бензобаке, вы начинаете движение, и остаток топлива считается по времени открытия бензиновых форсунок. Этот импульс мы используем для того, чтобы работать с газом, и в данной ситуации у нас стрелка начинает падать. Но в оборудовании КМЕ есть одна очень интересная вещь. Есть такой режим, когда загорается два светодиодика. Это говорит о том, что через пару минут у нас работы этой системы произошел бы перезапуск уровня бензина, и каждый раз, когда вы запускаете автомобиль после 5-10 минутной стоянки, у вас всегда будет уровень бензина соответствовать заявленным параметрам. Эта функция доступна конкретно в этой электронике, и мы ее реализовываем. Нужно подключаться к датчику уровня бензина, прописывать эти параметры в блоке управления. Но это, опять же, огромнейший плюс к разработчикам системы, которые позаботились не только о том, чтобы корректно установить оборудование, то есть дать нам возможность корректно настроить оборудование, предоставив все рабочие алгоритмы в открытом доступе, хотя и под нашу ответственность. Но отдельно еще скажу момент. Техническая поддержка компании КМЕ в Украине очень на высоком уровне, и когда нужно что-то решить. Так вот, они нам всегда помогают. Я ни разу не имел никаких нареканий. Езда и реакция двигателя. Как вы можете посмотреть, у нас нет никаких особенностей по работе двигателя. Резкое нажатие, нажал, плавно работающая педаль газа, но при этом работаем в режиме газа. Это видно по этой кнопке. Так что для потребителя данного решения, то есть для заказчика, который будет в дальнейшем ездить на автомобиле, по сути его задача вовремя заправлять автомобиль и своевременно обслуживать его, когда необходимо. В данном решении техническом у нас сервис происходит раз в 15 тысяч. Мы укомплектовали данную электронику всей механической частью от компании BRC, это форсунки, редуктор, газовый клапан, для того, чтобы получить очень интересное решение. Форсунки BRC и редуктор это продукты премиум класса, которые обеспечивают максимальную точность, клиент в свою очередь получает довольно хороший ресурс и хороший отклик по педали газа. В дополнение я скажу, как мы установили заправочный клапан. Здесь у нас он находится без каких-либо переходников. Это удобно тем, что вы можете заправлять и не беспокоиться о том, что у вас будет повреждено крепление, не выломается здесь ничего из-за креплений. В общем, а если нужно путешествовать и нужен переходник, вы сюда накручиваете, во внутреннюю резьбу. Об этом я говорил довольно часто. Баллон в данном варианте у нас идет в максимальных габаритах 720 на 180, это его максимальная высота. Когда мы приобретаем баллоны, у нас литраж может отличаться. Конкретно здесь это у нас производитель Тубра Макина, Тубра Макина. Из-за более округлых форм у нас объем здесь 52 литра. Когда берем баллоны по типу Атикер, баллон у нас идет объемом 54 литра, но заправлять его на этот объем нежелательно. Для этого в системе изначально предусмотрен отсекатель, который останавливает подачу, точнее заправку на уровне 80%. Вот такой у нас вышел долгий разговор на тему ГБО на автомобиле Хонда с двигателем 2.4, непосредственным впрыском. Данный двигатель еще в некоторой корректировке по форсункам и по блоку управления может комплектоваться в автомобиле Акура. Если у вас будет интересовать вопрос об установке ГБО, либо какие-то технические моменты, пишите в комментариях. Я постараюсь ответить вам на все вопросы. Спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok